Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал! Обязательно подписывайтесь на него, чтобы не пропускать новые интересные видео! Сегодня у меня для вас видео с коррекцией нарощенных ногтей. Для кого-то даже немного шокирующе. Это моя постоянная клиентка и проходила она с этими ногтями 2 месяца и 2 недели. Удивительно, правда? На ногтях нет ни единой отслойки, ни на одном из 10 пальцев. Делаю коррекцию я всегда на этих руках гелями Космопрофи. И в этот раз исключения не будет. Ногти растут у клиента вниз. И за счет того, что каждую коррекцию я это поправляю, случай остается незапущенным и ногти выглядят не как у коршуна. Мне хочется показать вам подробную коррекцию на одном пальчике практически без ускорения. Я думаю, вы это оцените пальцами вверх. Снимаю верхнее покрытие дизайн и финиш фрезой. Так как от слоек нет, коррекция выполняется гораздо быстрее и легче. Фрезой я также срезаю значительно длину ногтя. А далее пилочкой 180-240 грит я слегка запиливаю натуральный ноготок, чтобы он полностью был матовым. Также можно слегка подпилить свободный край. И так как я говорила, что ноготь растет вниз, поэтому пилочкой подпиливаю ноготь снизу, поднимая нижние параллели. Так ногти выглядят после подготовки. Подвигаю кутикулу пушером и вычищаю птеригию алмазной насадкой. Этот этап очень важен, поэтому с аппаратом выполнения будет более тщательным и качественным. Субтитры сделал DimaTorzok После того, как убрали сухую кожу, дегетрируем пластину, то есть удаляем влагу и я наношу кислотный праймер от Космопрофи. Когда он испарился, втираю в ноготь базу также от Космо. Теперь сушу базу в лампе. Эти гели замечательно сохнут в гибридках, поэтому 30 секунд достаточно для базы. А коррекцию я люблю делать гелями суфле. Они держат нужный объем, не растекаются, что позволяет быстрее выполнять работу и наносить гель одним толстеньким слоем. Я возилась с гелем, выкладывая его довольно долго, плюс у вас немного ускоренный этот момент. Но тем не менее гель не потек, а держал форму, так как я его выкладывала. И при этом я смогла выстроить апекс, но и высшую точку, необходимую для хорошей носибельности. Гель таким толстым слоем, конечно же, печет в лампе. А вообще все суфле-гели более пекучие, чем обычные. После просушки геля и снятия с него остаточной липкости, я приступаю к апилу. Тут мы ноготь должны сделать ровным, гладким и без бугорков. Ноготок должен получиться правильным по архитектуре строения искусственных ногтей. Продолжение следует... Вот такие ноготочки получились. Так как мы поднимали вверх кончик, то снизу получается так вот некрасиво. Поэтому фрезой выпиливаем эту лишнюю толщину. Теперь ноготки полностью готовы. Остается только дизайн. И он у нас, конечно же, будет новогодним. Из двух оттенков голубых гель-лаков делаю вертикальный градиент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А вот на пальчике с трафаретом поверх просушенного топа я заполняю цветок, который выделен на трафарете, джемти гелем. Можно попробовать намешать густой финиш без липкос. После того, как выстроили свои лепесточки, их нужно будет просушить в лампе, но из-за серебристой основы на слайдере не совсем понятно, что там цветок. Но если присмотреться, можно увидеть на самом деле такие вот цветы во льду. Они объемные и очень эффектно смотрятся. Получилась у нас зимняя сказка просто. Вверх, если это видео понравилось, вам было полезным и интересным. Всем желаю творческих успехов и до скорой встречи. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok